Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на своем канале. Мы продолжаем серию роликов о тестировании тональных средств и консилеров в непростой летний период, когда средства довольно сложно удерживаются на коже из-за большого выделения влаги. В этом ролике будет протестировано 4 тональных средства. Сейчас о них подробнее. Я нанесла тональное средство на лицо от Avon с фактором защиты SPF 50, стертый. Обязательно оставлю вам ссылочку, не видно немножечко, что на нем написано. Очень-очень такой прозрачный тон, а как вы видите, он не замаскировывает какие-то серьезные недостатки. Вот, например, сосудики, да, у меня видны или такие легкие покраснения вокруг носа. Все это он не замаскировывает. Он дает тонкое-тонкое, просто тончайшее покрытие. Но зато это хороший фактор SPF. Сегодня я хотела очень легкое покрытие. Этот тон не терпит увлажняющих, сильных таких увлажняющих жирных кремов. Он начинает на нем кататься. Ну, то есть, собственно, это и не тональное средство как таковое. Это CC. Крем, он уже увлажняющий, то есть, он слегка как бы корректирующий оттенок вашего лица. За что я его люблю? За невидимость. Да, вот он такой при нанесении капелькой. И когда он расходится, друзья, его не видно вообще. Вот вы видите, я не вижу. Но, с другой стороны, он дает такой вот легкий тинт, такого свежего личика и держится довольно долго. Но, опять повторюсь, без дополнительного увлажнения. А это значит, что я могу его использовать только летом, когда кожа, ну, более, так сказать, жирная, когда поры более открыты из-за жары, либо более высокая влажность. Мне довольно жарко. Я иду сейчас по делам. Буду очень много находиться на улице. Довольно он капризен в нанесении. Однако, у него потрясающий фактор защиты СП-50. А в целом, он мне очень нравится. Конечно, особенно актуальность СП-50, как вы понимаете, вот сейчас, когда солнышко... Сейчас началось, я тут специально спряталась. Ну, что ж, друзья, уже седьмой час прошел. Что я могу сказать? Я нанесла его и на зону вокруг глаз с утра. И, конечно, пожалела через некоторое время. Шло примерно 5 часов, может быть, даже 4 часа. Как вы видели, я была много на улице, и много ходила по делам, и были ученики, и занималась, работала. И зашла, кстати, в Инглот, в Коронер, сделала покупки, обязательно сделаю для вас видео. Будем все пробовать. И я почувствовала такую вот, знаете, стянутость вокруг глаз. Ну, в общем-то, то, что бывает с довольно зрелой кожей и склонной к сухости кожей. Должна вам сказать, что мне пришлось-таки использовать дополнительно увлажняющий крем. И я все время беру с собой вот такие вот маленькие кремчики. Ну, у меня в каждой сумке лежит по крему, чтобы просто не забывать их. Это вот такой мое ноу-хау, делюсь с вами. В данном случае это Arno, это французская компания. Можете найти ее в Литуаль точно. Редженеренте. Ну, фактически это французский. Надо спросить у мужа, как правильно произносится. Он пять языков знает. Очень советую. Крем Эйвен годится для использования во влажные периоды, либо на лето. Как я наношу этот крем? Для того, чтобы он прекрасно ровно ложился, не катался. И я просто стираю тоником лишнее перед тем, как его нанести. Если я утром наносила какой-то увлажняющий или питательный уход, такой, ну, богатый, да, по которому он может кататься. Так что вот я вот таким образом его наношу. Однако он прекрасно держится на лице. Еще раз повторюсь, очень удобная вещь. СПФ 50, замечательно. Я думаю, что когда он закончится, и на следующий год я снова его закажу. По корректорам от Кико в номере 02. Фокус консилер номер 02. Я скорректировала какие-то точечки, но это все тоже съелось моей кожей сухой. То есть сегодня просто фурор. Сегодня кожа съела все. Я использовала румяна от Кико. В номере 02. Вот такие вот румяна. This is better. Creme blush. И они полностью практически съелись. Ничего не осталось. Прекрасно держится Tiny Color Tattoo. 24 часа. Действительно, 24 часа. Действительно, как вы видите, прекрасно держится. Вот, обратите внимание. И что съелось? Вот этот лайнер. Вот смотрите, он неровный. Если вам видно. Он чуть-чуть плывет. Вы знаете, если вы пользуетесь кремом, и если жарко, если каким-то образом на него попадает какой-то кремчик, он расплывается, разъедается. Друзья, но он черненький, он легко наносится. Это Catrice Air Liner черный. Ну, бюджетно. В принципе, 8 часов, я думаю, что можно взять с собой для того, чтобы поправить. Косметика не супер дорогая, поэтому допускаю, что он может, к сожалению, немножечко уплыть. Особенно, если вы пользуетесь каплями для глаз, или меняете линзы, то это вполне может быть. Либо, если солнце, глазки плачущие. Карандаш Catrice Long Lasting, номер 080, Rosewood. Вот такой вот карандашик. Замечательный такой нюд розовый. Он чуть жестче, чем карандаши от Essence, поэтому может кому-то раздражать губки в связи с тем, что он такой более восковый. Но он зато не так сильно сушит, как Essence. В нем больше увлажнения, что ли, какого-то. Даже не знаю. То есть он не сильно сушит. Вверху на него я наносила помаду от Kiko. Помада в карандаше для художников буквально, да. Показывала вам ее в своем обзоре. Это номер 06. Вот такая вот она тоже. Там чуть-чуть как бы есть перламутр. Она очень похожа на этот карандаш. Но из-за того, что она более перламутровая, она вот так выглядит более светлой. Хорошая сейчас вот она на губах. То есть только если вы будете обедать или ужинать, она, естественно, подсъестся немножечко. Но она как-то так равномерно съедается. Не катастрофично. На лице были метеориты. Но вы знаете, что метеориты дают совсем прозрачное покрытие. То есть не сильное. Пользуюсь я кисточками от Essence. Не вижу в этом ничего предосудительного. Кисточки мягкие. Смотрите, какие хорошие. Пушистенькие. Набиты хорошо. Отмываются прекрасно. Мне нравится. Я не вижу смысла тратить на кисти по 1000 рублей на одну кисточку, если можно купить ее там за 150, например. В глазах Big Lashes, Get Big Lashes. Ну, от Essence. Не могу сказать, что она делает прям Big Lashes. То есть вот такая длина ресницы. Это, в принципе, моя обычная длина ресниц. То есть ничего она мне такого особенного не дает. Но вот я вижу, что она мне не фиксирует реснички. У меня кудрявые волосы, как вы видите, да? И кудрявые же ресницы тоже. Ну, это как правило. И брови. Поэтому брови я всегда фиксирую гелем. В данном случае это был гель для фиксации от Vivienne Sabo. И карандашик, который я вам показывала. 002. Очень удобная здесь, что есть здесь кисточка. То есть вот эти вот средства вот к бровям у меня вообще нет никаких претензий. То есть прекрасно. Они держались весь день и никуда они не уползали. Вне зависимости от того, что я и сидела как-то вот так, и глазки трогала, и брови вот так проверяла. То есть проезжалась пальчиком по ним. Мне было интересно, фиксируют ли они. Действительно хорошо фиксируют. Ну, и как вы видите, не сильно его заметно. То есть оно не выдает какой-то сильный макияж. То есть сегодня у меня был такой нют-нют. Нют, ну, нюдович-нют. Какой я могу сделать вывод из всего из этого? Друзья, Kiko консилер съедается летом в жаркую погоду. Неустойчив для такой погоды. И, наверное, в влажную погоду неустойчив. Поэтому, наверное, буду использовать его для такого зимнего периода. И, скорее всего, он требует закрепления каким-то средством. Например, пудрой. Ну, какой-то пудры прям вот на него я не пользовалась. Далее, тени прекрасные. Avon CC. Замечательный крем. Мне очень нравится. Очень устала сегодня. Вполне возможно, что в этот же самый ролик я прикреплю завтрашний день, когда буду ездить по делам. И мы тестируем с вами второе средство. Тональное и новые консилеры. И это будут консилеры класса люкс. А средство будет бюджет. Вот мы посмотрим, что будет тут в данном случае лучше работать. В этот раз был бюджет и бюджет. И то и другое, как вы видите, совсем разное для разных погодных условий. И поэтому делайте выводы сами. Все. Давайте до следующего дня. Друзья, я снова с вами. Сегодня я буду тестировать BB крем чистая линия, что для меня совсем уж удивительно, потому что я никогда не использовала их средства косметические. Ну, один раз, по-моему, попробовала тоник. А, еще масочку скраб. Ну, в общем, это такие были совсем безопасные средства. BB крем идеальная кожа. 10 в 1. Крем уход с тонирующим эффектом. Но здесь очень небольшой SPF, всего лишь 6, поэтому буду использовать SPF тоже чистой линии. То есть сегодня у нас тест такой, выдержат ли они. Давайте посмотрим. SPF 30. Он мне достался в коробочке Glambox. Видео у меня об этом есть. Оставлю вот здесь ссылочку. И этот крем я уже пробовала. Мне он нравится. Аллергия у меня никакой не вызывает. Давайте пробовать. И сейчас у меня буквально 5-10 минут на то, чтобы быстренько-быстренько нанести макияж, потому что времени уже много. И я опаздываю немножко. Поэтому я должна быстро двигаться. Сейчас я подожду, когда какое-то время мой крем SPF от той же чистой линии усядется. Может быть, минут 10. И за это время я пока оформлю бровки. Браусатин от Maybelline. Что мне здесь понравилось, то, что тоненький такой карандаш, который не нужно точить. Он такого довольно приятного оттенка, между серым и коричневым. Немножечко те места в бровках, где есть пробелы. Нравится? Ну, конечно, не очень удобно, что нет кисточки. Здесь с другой стороны тени. Тенем я не пользуюсь для бровей. Это слишком, получается, объемные брови. Это я не очень люблю. Прочесала уже бровки вот так. Чуть-чуть карандашиком, буквально несколько взмахов. Почему у меня такая странная кисточка? Я использовала от своих туши Chanel оставшиеся кисточки. Обратите внимание, это тоже моя находка. Делюсь. Так, теперь наношу Brow Fixing от, значит, Expert. Гельфиксатор для бровей от Luxe Visage. Очень спешу, поэтому быстренько сейчас нанесу тон, который буду тестировать. Так, он, конечно, очень темный для меня, как вы видите, да? Поэтому мне придется его разбавить таким средством от Vichy Air Tempera. Такой вот такой очень-очень светлый, противоаллергический, снимающий воспаление тональный крем. Он такой жизненький и очень-очень светлый. Так, нанесу его просто пальчиками, поскольку не знаю, как он будет растушевываться. Думаю, что в данном случае лучше всего пальчиками. Этот вот SPF тоже от чистой линии. Крем этот ложится, как вы видите, очень хорошо растирается, не видно его совершенно. По тону главное правильно подберите к себе. Кстати, вот этот тон у меня, тон у меня самый светлый. У него вот эту вот часть обязательно, чтобы вот здесь не было никаких зазоров. Я получила для вас музыку для того, чтобы вы слушали музыку, а не мужчину, который что-то там наверху постоянно сверху с вами делает. Поэтому сейчас нанесу базу под тени от Etude House. Так, вот так прямо несколько буквально мазочков. И разнесу ее, обязательно закручивать базу, они еще быстро высыхают. У меня одна база от Vivienne Sabo просто моментально высохла. Не знаю, с чем связано, может просто качество не очень хорошее. Но вот это, по крайней мере, очень хорошо держится. Вот видите, она чуть-чуть меняет тон в такой более спокойной, нейтральной, бежевой. Мне нравятся такие базы, которые дают не конкретный какой-то оттенок, а как BB крем работают. То есть такой даже, скажем, CC крем. Просто выравнивают, убирают синячки. Это здорово, мне кажется. Мокрая после душа еще, простите, не высошилась до конца. Использовать тени Кико в таком вот карандашке со спонжиком. Сами тени располагаются вот здесь внутри, отскакивают на пружинке, вот там внутри колпачка. И вот как бы такой, да, у меня два цвета. Один шампанского и другой чуть-чуть потемнее. Буду их миксовать. Шампанское положу в уголочек вот сюда. Просто очень-очень быстро делаю сегодня. Так, в уголочек использую вот темненькие, да, вот такие тени немножечко. Просто буквально вот сюда во внешний уголочек оттеняю складочку и чуть-чуть-чуть-чуть-чуть потом буду их растушевывать. Теперь карандашиком Фор Ванша белорусская косметика номер 02. Показывала вам его в видео белорусской косметики. Сделаю вот такие маленькие-маленькие стрелочки, просто чтобы приподнять еще выше глазик вверх. Видите, я делаю прям вот самый уголочек, чуть-чуть. И на глаза использовала Диваж. Вот такой тушь с силиконовой щеточкой. В колюченькие, конечно, эти щеточки. Я к ним еще не привыкла. Ну, результат вполне нормальный. То есть, ну, они не удлиняют как-то ресницы. У меня так довольно длинные. Но пока я к ним привыкаю, к этим щеточкам. Румяна от Luxe Visage 12. Кисточки использую от Essence. Очень удобные, кстати, кисточки. Такие скульптор, он же бронзер от Evoline. И также буду использовать эту же самую пудру, которая здесь есть, как завершающую фиксирующую пудру. Сверху на макияж и все. Так, лишнее убираем на зону. В качестве точечного корректора использовала тот же самый тон Виши, который у меня уже есть. Он такой противовоспалительный, довольно плотный. Поэтому просто убрать вот синячки вот здесь чуть-чуточку. Прям чуть-чуть убрать синячки вот здесь капельку красноту какую-то вокруг носа. Сегодня некогда маскироваться очень сильно. И вот я вижу еще вот здесь у меня какие-то сосудики. Они довольно видные. Поэтому вот так чуть-чуть совсем его в качестве корректора разношу на кожу. Ну, сейчас помадку нанесем. Вот такая помада. Гламлук от Люкс Визаж. И у меня в номере 303. Вот такой вельветовый оттенок розово-бежевого. Что я беру с собой? Эту помадку я беру с собой. Это средство на всякий случай. Не знаю, как оно будет вести себя, поэтому возьму с собой. Так, ну что, собственно, и все. Все, наверное, все. Пудру никакую брать с собой не буду. Будем доверять этим производителям. Все. Посмотрим, как будет себя вести тон. Тональное средство. Часто или дня. Супер бюджет. В течение дня буду сегодня очень много путешествовать по городу. Вечером посмотрим на результат. Так, ну, тональное средство прекрасно держится. Никаких претензий нет. Совершенно отлично все. Уже пятый час прошел. Я бегаю по делам. Сейчас в торговом центре нахожусь. Душновато тут, надо сказать. То есть, в принципе, можно было бы и сильнее прибавить кондиционера. Но зато это настоящее испытание для тонального средства. Сегодня воспользовалась маршруткой. Это, конечно, нужно быть очень выдержанным, чтобы в такой жару ездить в маршрутке. Вроде бы, утром казалось, что будет прохладно. То есть, не было такого солнца сильного, как вы видели, наверное, да? И вот в результате, в итоге, теперь распогодилось. Сейчас я спряталась в тенечек. Ну, и сейчас, собственно, уже вечер. Уже солнышко уходит. Что осталось от моего макияжа после того, как по мне текли просто потоки воды? Так было жарко. Но просто хотелось упать в оморок, честно говоря. Но он на месте. Представляете, это чудо. Но весь практически был бюджетный. У нас с вами макияж, только виши был. Что там? Корректор был виши, как в качестве консилера. И корректора я его использовала. И добавки легкой в тон. Все остальное было очень бюджетное. Все сохранилось. И люкс визаж помаду мне пришлось заменить на блеску Триммель. Но фактически, что... Почему? Потому что губы очень сушила. Ну, вот как-то вот так вот это выглядит. По-моему, вообще для бюджетной косметики гениально. Под глазами ничего не сохнет. Хотя я наносила, как вы помните, его и под глаза тоже этот бибикрем. Ничего не засохло. Но вполне возможно, что довольно влажно еще. Поэтому нормально все держится. Но что я могу сказать? Ребята, можно приобретать косметику чистой линии. Средство СПФ работает. То есть обычно, когда я еду либо в машине, либо в маршрутке, солнышко припекает. И я начинаю чувствовать прямо, как горит кожа, например, на руке. Сейчас я не чувствовала этого. И я наносила его на все открытые части тела. Да, нормально. Все, можно пользоваться. Не бойтесь, я сама волновалась, как это все будет. Но на самом деле, да, действительно, есть хорошая уже косметика. Уже все делается примерно на одних и тех же заводах с теми же самыми ингредиентами. И тут просто вопрос цены. Спасибо большое. Этот сегодняшний эксперимент мы закончили на ура. Ждите следующих тест-драйвов бюджетной косметики, не только, и люксовой косметики в этот непростой летний период. Спасибо, что были со мной. Желаю вам удачи. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому вы считаете оно понадобится. Будет полезным. А также отметьте пальчиками вверх, если оно вам понравилось. И я буду знать, что эти темы вас интересуют. Спасибо огромное. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока.